Василий, сколько тебе раз можно просить вынести ведро? А сколько ты уже просила? Пять раз я просила. А надо не просить, а взять со мной, вынести. Я, слава богу, уже с замком взвода. Выносить мусор не буду. А кто будет? Я? Нет, я. Не я же. Я же, не я же. Запутался. Ну, тогда пусть стоит и воняет. Свинья. Э, кто там стоит и воняет, а? Кто там стоит и воняет? Дрянь. Это я дрянь? Да. Чего я так сорвался? Это не ты, этот, Пётр Семёнович. Она меня, боевого практически прапорщика, заставляет мусор выносить. Проходи. Ты понимаешь, я и что пришёл? Я сделал величайшее открытие в истории человечества, современного химеда. Зараза, какое настроение! Да. Дело в том, что я вывел формулу успеха. Да. Ведь успех, это прежде всего прямая зависимость от пространственных временных событий и их логической последовательности исполнения во времени. Слушай, ты это, Пётр Семёнович, ты меня не парь. Сядь вот. Сядь вот. Сядь вот. Сядь. Забылилась, не забылилась. Здравствуйте, мастер. Здорово. Степан, денег не дам. Я? Не. Занимать ушёл? Отдавать? Я у тебя сто рублей. Сто рублей брал. Вот. От... Отускные. Степан умеет отдавать, в дорогие чести. Давай. Давай. Ты видел, а? Этот... Пётр Семёнович, а? Чё это знаешь, а? Это Степан. Деньги, долг принёс, прикинь. Никогда не отдавал. Я ему, честно говоря, в долг-то никогда не давал. А тут, во, припёр. Так это же то самое, про что я тебе говорил. Формула успеха. Хочешь проверить мою теорию на практике? На. Вот что мы делали до того, как Степан принёс деньги? До того, как повезло. Ты не умничай давай. Ты позвонил, я открыл. Ты ещё сказал, дрянь. Это я не вам. Понятно. Потом я зашёл в комнату, начал говорить. Ты разбил тарелку. Случайно. И сказал, что жена твоя дверь. Потом ты мимо стула сел и этот чмо позвонила. Так вот, согласно моей теории, если мы всё вот это вот повторим снова, в той же последовательности, то Степан придёт снова и снова принесет деньги. Давай попробуем. Давай. Давай. Дрянь. Проходи. Нет. Ты сначала закрывал, я бы думал открывал, потом проходи. Да. Дрянь. Это я не тебе. Проходи. Ты первый. Стол. Василий, я пришёл рассказать тебе про открытие. Дыряй. А, явилась, не заболелась. Стол. Вот. 100 рублей. Степан умеет отдавать долги в честь. Давай. Давай. Да. Пётр Семёнович, ну ты и голова. Ну на. Да ладно, да ладно. Давай ещё раз попробуем, а. Конечно же ты. Давайте, я же говорю. Пошли. Давай. Дрянь. Проходи. Стол. Дрянь. Цы. О. Что? Да. Василий, сто рублей. Я у тебя брал. Степан умеет отдавать долги в честь. Так я к тебе ещё и не заходил, не отдавал. Да ну что ты. Пить надо меньше. Давай. Давай. Ну что? Ну что? На. Да ладно. Давай-ка. Ещё. У нас же кончились тарелки. Тарелки кончились. Пофиг. Я разопью чашку. На худой конец помидорку. Идём. Тарелки кончились. Сбмотри. Эй. Проходи. Стол. Тать. Смерт. Цы. Здравствуй, сосед Я у тебя сто рублей брал, помнишь? Степан умеет отдавать долги и чести Помню, отдавать Но не сейчас Сейчас у меня Кризис, потерпи Ложа Что, ботаник? Ну что? Что? Не получилось А ну я же говорил, ты это тарелка Тарелка? Где таких тарелок-то взять, а? Где взять-то такие тарелки? Подожди, подожди Вспомни, а может быть Был в твоей жизни еще один счастливый день? Был! Был! Я домой с работы шел Так меня на лестнице Ублюдки 12-летние договора сели Одни кальшаны сначала самостатили А что тут Удача-то была? В чем удача? Не в чем А Потом Пришел Товарищ комбат И сказал Вот Комплект нового Мудирования тебе принес Береги Следующий только через пять лет Вот это дело Давай-ка Поповторим А? Ты Что делал, когда пришел В кольцунах? Что я делал, когда пришел В кольцунах? Я не помню Ну Может быть Ты Выпил? Нет Может быть Точно выпил Тогда Раздевайся Ах, ах Меня били гады Дети Вы Получилось Получилось Вот Принес тебе комплект Нового Мудирования Береги его Следующий только через пять лет Ах, ах Меня били гады Дети Дзи Вот Береги Ах 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 Меня били гады 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 Дети Звонил мне Ох Ах Ааа Товарищ Коман Так Угадаю Береги Комплект Бутирования Притаранил Да? Так Точно Вот туда давай До кучи Туда Не понял Я вот ночью, пока ты разбирался с комбатом, откуда у тебя омундирование всей вашей воинской части, подумал, а что если нам чужую удачу приманить? А? Вот тут вот в газете есть заметка. Гражданин Бондаренко шел по улице, у него спросили закурить, дали по морде, после чего он выиграл по лотерейному билету новый автомобиль Москвич с оцинкованным кузовом. Как ты любишь. Может быть нам это повторить? Я не против. Я не против. Так, девятьсот, три, пять, двадцать один, один, два. Что? Сошлось? Так, 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 есть машина, оцинкованная машина, стиральная кингисепской сборки «Малютка». А чего это, ботаник? Стиральная, а? Чего это, Малютка, а? Я думаю, что это потому, что мы по газете работали. Там вечно что-нибудь запутан. Им лишь бы по морде кому-то дали. А что? Я вот сейчас подумал. Можно я потренирую? Каждую неделю по стиральной машине получать неплохо. А вот есть ли у тебя, Василий, какая-нибудь настоящая, большая мечта? Это ты меня спросил, да? Ты меня про большую? Конечно, есть. Я мечтаю стать не замком взвода, а замком роты. Он, Пастушенко, ты не знаешь. Ведь вместе в одной школе прапорщиков учились. А уже повышение получил. Узнай у него в точности, как это было. Повтори, и можешь уже погоны новые пришивать. Я сам пришивать не буду. И от духов заставлю. Ну, значит, дело было так. На тот день пришел я душинки. Ты не врешь? Ну, чтоб завалить ее у койку. А она, пудлюка такая, говорит мне, шо у нее голова болит. И вот уже у прихожей комбат достает из заднего кармана приказ о моем повышении. Я сейчас буду к тебе приставать. Не пугайся. В интимном смысле. Ты скажешь, что он не сейчас. Голова, мол, болит. А она у меня действительно сейчас болит? Вася. Вот, очень хорошо. Начали. Это товарищ комбат пришел. Быстро к блике блины жарить. Но, Вася, комбат ненавидит блины. Он обожает холодец. Да какая разница. Жарить холодец. Не холодец. Блины. Нет, только блины. Потом я тебе подам специальный секретный знак. Ты скажешь, что он не хочет комбат, а пойдемте на кухню. Блинов поедим. И угостишь его своим знаменитым алычевым компотом. Ну, как говорится. Поехали. Че это ты, Василий, на сало-то налегаешь? Ты ведь его раньше никогда не злоупотреблял. Вот тот день за ужином я ровно килограмм сала съел. Один. Дальше. Дальше. А сейчас я сало обожаю. Это моя любимая еда. Да, моя любимая еда. Правда? Ну тогда дай мне кусочек попробовать. Не могу. Не могу. Здесь ровно килограмм. Тысяча грамм. Грамм в грамм. Нет. А ты че сидишь-то здесь, а? Иди переверни блинчики. Ты угости гостя своим фирменным компотцем. А зачем же товарищу Комбату на кухню ходить? Я сама ему сюда стаканчик принесу. Не надо. Сюда стаканчик. Не надо. Стаканик 200 грамм. А на кухне можно прямо рыло в кастрюлю. Плюх. И припевать оттуда. Ай, как вкусно. Ай, как вкусно. Иди. Товарищ Комбат, пойдемте. Он ведь не отстанет. Пойду, чтоб хозяйку не бежать. И вот тут я зараз забачил у страсти ее глазах. И тигром прыгнул в нее. Кинулся. Ну что? Катерина Дмитриевна, не будем время тянуть. Надо. Не будем. Баст, сидя, если я причинил неудобства. Тут, а я извиняюсь, ваш капотик не того. Донечка Бат, стопорнитесь-ка в дверце. Вы мне ничего сказать-то не хотите, а? Спасибо за угощение. Чего же я сделал не так? Перед самым уходом Комбата я уконфузился. Малинку испортит воздух. Нина! Нина! А у нас нет там гороха других бобовых, а? Нина! О, господи, как ты пугал. Нина, как ты относишься к супружескому долгу? Я с удовольствием вас. Неправильный ответ, Нина. Ты должна сказать, голова болит. Ну, а если она у меня не болит, Вася? А, она у тебя болит, Нина. А, ты мне сделал больно? Да. Это товарищ Комбат. Прости, Нина. Для верности. Что-то я гляжу Василией, ты, ксал, пристрастился. Да, да. Наркотик. За уши не оттянет. Что ты сидишь, а? Иди на кухню, блины переверни. Угости гостя фирменным компотом. О, нет. Нет, я прошу прощения. После вчерашнего не буду злоупотреблять. Это не тот компот. Не такой, как вчера был. Сегодня другая комбинация. Сегодня алычевый плюс. Пойдемте, товарищ Комбат. Да у меня очень болит голова. Что? Что, Екатерина Дмитриевна? Не будем время терять. Нет, у меня сегодня не тот день. Ё-моё, когда тот-то будет? Я так думаю, на следующей неделе. Да ну, блин. Сегодня компот еще хуже, чем вчера. Нет. Хоть убей меня. Комбот я пить больше не буду, Василий. Пожалуйста. Хоть рот пополоскайте. Пожалуйста. Пожалуйста. В последний раз это делаю, Василий. Что? А? Екатерина Дмитриевна. Тот день сегодня. Сегодня тот. Начали. Пойдем-ка домой, Катерина Дмитриевна. Горло ржет. Не могу. Куда? Товарищ Комбат, секундочку, стопорнитесь-ка в дверях. Как вы любите, команда ГАЗы. Раз. Ничего мне сказать не хотите? Откровенно говоря, Василий не хотел говорить. Ну, раз ты сам просишь, вот, приказ о твоем, Василий, увольнении в запас. Я не понял, как? Так? Праборщик Пастушенко собрал на тебя такой компромат, что если бы я не дал ему повышение, он бы посадил тебя в тюрьму. А так, честь по чести, выйдешь на пенсию, отдохнешь. Вот как он повышение получил. А я и салом не давился, и колчу на вас, и переводил. Стало быть, не будет никакого повышения. Мама, наверное. Пошли, Пошли. Да, Владимир Влад... Да, товарищ президент. Вова, это я, Вася Задов. Помню ли я нашу секцию? Конечно, помню. Чего? Я тебя бросал, а ты меня как почечкой через бедрище. А-а-а-а-а! Да! Чего хочу? Хочу ли стать министром обороны? Да, наверное, хотелось бы. Заместитель нужен ли? Я подумаю, но кажется... Нет. С женой поеду ли? Я не знаю, как... Мусор выносить будет. Да, да. Если личные просьбы есть, у нас служит прапорщик Пастушенко. Вот я хотел бы, чтобы его... Чтобы... 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 Вот.